Привет! Вы когда-нибудь задумывались, как можно из обыкновенной студии сделать уютную однокомнатную квартиру, которая идеально подходит для студента? Сегодня я расскажу вам, как я это сделал, учитывая все важные детали, от эргономики и удобства до уюта и стиля. Оставайтесь с нами и вы узнаете, как с помощью простых изменений можно поменять кардинально это пространство. В этом видео я покажу вам процесс трансформации обыкновенной студии в удобную однокомнатную квартиру. У исходной планировки было множество проблем. Есть проблемы немножко? Например, это прихожая, она узкая, похожая на вытянутую кишку, это некрасиво. Проблема маленькая кухня, без отдельного входа и невозможностью поставить обеденный стол, места не хватает. Проблема это маленький диван, как будто для гномика поставили. А также проблема это ванная комната, в которой стоит стиральная машина, она на виду, это некрасиво и нету места под хранение уборочного инвентаря, например. Но есть и плюсы. Это шкафы. Здесь их много. При входе длинный шкаф, прямо вся одежда влезет, еще место останется и отдельный гардероб. А также маленький размер квартиры. Меньше мыть. Так каким образом я решил проблему и воспользовался преимуществами данного пространства, да еще и сделал его функциональным и удобным? Узнайте дальше видео, продолжайте смотреть. А какие преимущества предлагает новая планировка для студентов и родителей? Это удобство, безопасность и экономичность. Кстати, поддержите видео лайком, если вы тоже считаете, что комфорт и безопасность важны. Что же понравится студентам в новой планировке? Это удобное место для работы. Классная диванная зона с телевизором, чтобы позалипать в ютубчики. Место для чила. Классное кресло с торшером, с зеленью, где можно посидеть с кофеечком и почилить. Это небольшая кухня, где много уборки не потребуется. Ну а что студенту там нужно? Принес, разогрел, поел. Кстати, для этого есть удобный стол, стульчики, которые можно еще поставить, чтобы гостей пригласить. Это ванная комната с душем. Там есть душ, в нем удобно и быстро мыться. А также там предусмотрено очень удобное место, выделенное специально под стиральную машину и уборочный инвентарь. Так что сейчас это не будет раздражать взгляд. Ну и конечно гардеробная. Особенно ее оценят девчонки. Я знаю, что все вы любите гардеробные комнаты, где можно не только вещи повесить, но и сумочки расставить. Ну и конечно я не забыл про то, что вы любите фоткаться и выкладывать в соцсетях свои фоточки. А для этого уже на планировке я предусмотрел такие классные зоны. А кто это здесь? Это же малышка Калибри. Эта энергичная птичка делает до 100 селфи в секунду. Продолжайте смотреть, чтобы увидеть, как я создал идеальные условия для жизни и учебы. Удобство. Удобство новой планировки обеспечено за счет правильного хранения и эргономики. Давайте посмотрим на плане, как это выглядит. Основное это гардероб. В гардеробе есть два шкафа, где можно хранить верхнюю одежду и обыкновенную одежду. А также есть небольшой узкий шкаф, в котором можно складировать обувь, сумки, ну и другие важные и полезные вещи. Например, в ванной комнате хранение предусмотрено вот за этой шторкой. И это очень правильно и удобно, потому что там стиральная машина, корзина с грязным бельем, химия и уборочный инвентарь. Ну и прочие полезные штуки, вроде тряпочек и лампочек. Все это скрыто за шторками и не раздражает наши глаза. А это значит, в будущем дизайн случится. По поводу хранения на кухне. Здесь есть удобные шкафы, пускай они небольшие, зато там все помещается. Здесь есть холодильник, рядом с ним мойка, ну и варочная поверхность вынесена отдельно. Это такая дизайнерская фишка, о которой я расскажу позже. С точки зрения эргономики здесь все досконально продумано, чтобы наши передвижения были удобными, четкими и мы не запинались ни о какую мебель. Вот из прихожей прямо мы можем пройти в общую комнату, здесь к столу подойти удобно, к дивану, далее пройти на кухню, обойти стол и зайти на балкон. А также стол можно двигать, перемещать, можно его поставить в гостиную. Есть, кстати говоря, очень прикольные столы, которые можно опускать и поднимать. Специальная конструкция. Таким образом стол может превращаться в журнальный. Ну это же круто. Очень удобно пользоваться душевой. Заходим в нее и сразу же видим раковину. Слева у нас хозблок, как я вам говорил ранее, а справа душевая зона и унитаз. Друзья, если вы заинтересованы в решениях для хранения, оставайтесь с нами. Красота. Красота в новой планировке обеспечена за счет правильной расстановки мебели по осям. И если смотреть на планировку, то здесь это четко прослеживается. Ось дивана и телевизора, ось рабочего стола, ось душевая и гардеробная. Даже они связаны через симметричную расстановку мебели. В красоте очень важно предусмотреть симметрию. А также видовые точки или фокусные точки. Это то, куда мы смотрим. Например, зашли в квартиру и сразу же увидели консоль с какой-нибудь вазой сверху цветами, например. То есть это красивая фокусная точка. Зашли в душевую и видим раковину с красивым необычным зеркалом. Это тоже фокусная точка. Зашли в гостиную, диван, а над диваном картина, которая тоже является фокусной точкой. Таким образом мы формируем ракурсы в квартиры, которые мы будем рассматривать. Но это и будет делать ее красивой. То есть правильное размещение мебели и формирование фокусных точек. Уют. Уют новой квартиры создается через атмосферу, которую я и дизайнеры создают в этом пространстве. А это начинается именно с планировки. Именно с тех мест, которые мы организовываем в этом пространстве. Например, балкон. На балконе есть классное кресло и цветы, растения, деревья, которые окружают это самое кресло. Согласитесь, уютно посидеть в кресле, в окружении растений и посмотреть в окно на какие-то прекрасные дали с лесами, озерами, ну не знаю, может быть городом. Ну согласитесь, это же уютненько. Особенно вечерочком, с кофеечком или с чаечком, кому как больше нравится. Уютно полежать на диване и поглазеть в телевизор. Видите, все идет от планировки. Очень важно уже на этом этапе заложить такие места, где мы будем ощущать этот самый уют. Для этого мы и будем в будущем создавать атмосферу. А также здесь есть классные фишки, которые будут помогать создавать этот самый уют. Например, есть стеклянная перегородка, которая может уютненько задвинуться и изолировать того, кто на кухне. Или наоборот, раскрыть эту перегородку и все пространство сделать общим. Это важно в таких маленьких квартирах, для того, чтобы пространство перетекало из одной комнаты в другое и делало всю квартиру целиком гораздо больше визуально, чем она есть на самом деле. Кстати, поделитесь этим видео с друзьями, если вам нравятся мои идеи по созданию уюта. Первое впечатление от квартиры, оно самое важное. И создается оно через прихожую. Именно прихожая дарит нам первое впечатление от всей квартиры. Согласитесь, если оставить как раньше вот эту тонкую кишку коридор, то впечатление будет так себе. Ну типа зашли в какое-то узкое длинное тесное пространство. Либо, мой вариант, мы заходим в квартиру и попадаем в большую просторную прихожую. Представляете, как классно? Чувствуете разницу? А еще очень важно в этой большой прихожей убирать всю одежду куда-то, чтобы она была не на виду. В моем случае это гардеробная, вот она здесь прямо с краю. Это значит, что нету никакого визуального шума, одежда не висит, обувь не валяется, все прибрано. А вместо вот этой валяющейся одежды у меня стоит красивый стульчик или креселка или пуфик. У меня стоит красивая консоль, на которой будет стоять букет с цветами. Можно и картину даже повесить. Огромное зеркало ростовое, в которое можно посмотреться. Это очень важно перед выходом. Ну и оно само по себе создает дизайн и красоту. Но согласитесь, это совсем другая история, нежели вот как было раньше. Абсолютно все мечтают сделать свою квартиру больше, чем она есть на самом деле. Речь идет, конечно, о визуальном расширении пространства. Как этого добиться? Нужно запустить как можно больше света, раздвинуть пространство, сделать его перетекающим, как сделал это я в данной планировке. Посмотрите, у меня нету стены между кухней и комнатой, а есть легкая стеклянная перегородка. Согласитесь, это классно. Если хочешь изолироваться, закрывай. Хочешь объединить, открывай. То есть у нас целых две функции. При этом пространство широкое. И из обоих окон свет проникает в эту объединенную кухню с комнатой. Понимаете? Чем больше окон, тем больше света, тем больше простора и света мы получаем. А также эта комната у меня объединяется с помощью перетекания с прихожей. С помощью дизайна можно еще усилить эффект. Ну, например, в своих дизайн-проектах мы так и делаем. Самый простой пример, лайфхак. Сейчас я вам его скажу. Это самая обыкновенная белая краска. Красьте стены и потолок в белую краску, и ваше пространство удивительным образом расширится. Почему? Потому что белая краска больше всего отражает света. У вас еще и светлее станет. Понимаете, в чем фишка? Да, но белый должен быть чуточку холодным. Потому что именно холодные оттенки визуально стены отодвигают. Этот прием еще давно заметили художники и пользуются им в своих картинах. Понаблюдайте, сходите в художественную галерею, посмотрите на картины. И вы увидите, что фон, который где-то там далеко, облака или горы, он холодными оттенками выполнен. Если знаете какие-то приемы, которые визуально расширяют пространство, напишите о них в комментариях. И еще одна дополнительная комната в вашем пространстве, то есть в квартире, это ванная комната. Рассматривайте ее как отдельную жилую комнату. Но для этого нужно избавиться в ней от всяких технократических предметов. Такие как стиральная машина, сушильная машина, а тем более корзина с грязным бельем, уборочный инвентарь, химия и прочие некрасивые вещи. Так вот, когда мы от всего этого избавимся и у нас останется красивая ванна, душевая, красивая раковина, то мы уже можем в этой комнате релаксировать и кайфовать. Ну как и в остальных комнатах, получается, что уходя туда, вы как на спас ходили, понимаете, и там покайфовали. То есть это еще одна жилая комната. Вот, пользуйтесь этим лайфхаком, друзья, и ваша квартира станет больше. Особенно это важно для тех, у кого дети, от них же надо где-то скрываться, релаксировать. Как вы видите, даже небольшое пространство можно превратить в удобное, функциональное и уютное пространство для жилья. Если вам понравились мои идеи, поставьте лайк, подпишитесь на канал. А в комментариях расскажите, какое решение вам понравилось больше всего. Всем пока!